Война с гномами закончилась, не успев начаться. Правда, я еще до конца не знаю, может быть они передумают. Во всяком случае, мы предложили им мир, они замирились с Ириадором, и для меня это достаточный повод. Пока что они не отобрали у меня ни одного города, не убили ни одного воина. Хотя, опустили меня чуть-чуть на казну. Но эта великодушная Гондорская империя может стерпеть. Так и быть, соседям гномам мы даем шанс одуматься и оправиться. Они сейчас воюют с лесными эльфами. Если будут притеснять этих добрых ушастых союзников и Трандуила, конечно же, я вступлюсь за светлую сторону. Но пока что меня волнует необходимость наказать высших эльфов за ту наглость, за то, что они напали на Арнор в тот момент, когда он ценой своих жизней защищал их от орков Гундабада. Ну и, естественно, я перевел огромное количество войск в районе 10 тысяч к границам с высшими эльфами. И очень скоро начнется карательное вторжение. Но пока что мы передаем ход и продолжаем наше небольшое повествование об Арагорне. В прошлый раз, в прошлой серии мы узнали о том, как завязались отношения между Арагорном и дочерью Элронда, Арвен и вообще о детстве Арагорна. Ну а сейчас мы поговорим о чуть позже периоде его жизни. Арагорн – следопыт. После разговора с Элрондом и матерью, Арагорн покинул Ривенделл и ушел в Дикие Земли. Он принял свое настоящее имя и стал 16-м вождем Дуны Дайн Севера. В 1956 году Третьей Эпохи он повстречался с Гендальфом и стал его другом. По его совету, Арагорн начал проявлять интерес к Ширу и вскоре стал известен в этих местах как странник. В 2957 и по 2980 годы Третьей Эпохи Арагорн немало путешествовал. Нет, орки, никакого мира с вами. Вы нападаете на моих союзников, поэтому будете истреблены. Да и просто потому, что вы орки, вы будете истреблены. Созван Белый Совет. Мой повелитель, чрезвычайное известие для обсуждения. Растущая угроза со стороны Мордора созывается нажмите принять, если вы намерены участвовать в совете в имл-адресе. Или отклоните, если вы не желаете идти навстречу. Будьте осторожны относительно возможных последствий вашего решения. Ребята, о какой осторожности, если Высшие Эльфы воюют со мной? Высшие Эльфы не помирятся с Арнором, если я приму это предложение. Я так это понимаю. Отклонить. Доклад о строительстве. Пока что никаких построек. У нас казна страдает. Ну и сначала проведем все наши перемещения. Потом займемся осадой места проведения Белого Совета. Оставляем Оркам Мордора бороться с Лесными Эльфами. Часть армии в общем-то можно оставить в гарнизоне. Вот так. И думаю, таким образом мы не дадим Мордору ни шанса, ни малейшего шанса на захват наших территорий. А сами займемся при этом истреблением Орков Гундабада. Так как это является одной из целей проведения нашей кампании. Ну что, Эльфы, хотите поздороваться с Гондором? С карающей дланью того, кого вы сумели на свою голову разозлить. А я думал, вы мои друзья. Так, ладно, с повстанцами потом будем разговаривать. Мы это умеем. Еще одна армия у нас перебирается. Ой-ой-ой. Далеко же ей на ту сторону идти. Ну, я думаю, нам поможет флот. Сейчас мы справимся с... Ага, эльфийский флот отступил. Ну и чем вы тут живете? Остатки остроухих. Я заберу вашу столицу. Потом посмотрим, кто кого. На ту сторону армию переправим. Если что, под защитой кораблей оставим. Так вот будет надежнее. Ну и еще одну армию нашим огромным флотом отправим по месту назначения. А так будем бороться с повстанцами. Безоговорочная победа. И доходы из этого участка возрастут. Так как торговля не будет подвергаться здесь нападкам разбойников. Ну а гномы, дабы у них не было ни малейшего желания впредь посягать на целостность наших территорий, мы сейчас здесь образуем особый военный гарнизон. Вот еще у нас отряды идут. Гномы покидают нашу территорию. Все причем. Но если что, Гондор не дремлет. Мы готовы собрать тут большое войско. Осадное орудие везти туда. Но это кропотливая работа. Оно задержит всю армию. Можно отдельным ходом отправить их. И раз одна война отменилась, значит мы и найм тоже ограничим. Если кого и будем нанимать, так только мечников и элиту. Так, тут же нету кораблей. Так вот, уже с серебряной лычкой опыта. В том направлении нам выгодно отправлять войска, так как они потом смогут участвовать в битве против Долгулдура. Так, тут оставляем. Вот эту армию отправлять, не отправлять. Давайте поставим рядом. Что ж, переместили вроде бы всех. Да, так и есть. А эльфы никак не уймутся. Теперь угрожают еще одному поселению. Ладно. Тем больше поселений нужно будет вернуть. Ну и давайте мстить Остроухим за их наглость. За каждое захваченное поселение придется терять свои. И это будет, кстати, серьезное сражение. Вот хотел бы я вот такими войсками, элитными, воевать. Но пока что Гэндальф и его среднячок. Соотношение сил 3 к 2 показывает в нашу пользу. Давайте убедимся, что это так и есть. Арагор немало путешествовал. Он служил королю Рохана, Тенгелю и наместнику Гондора, Эктелиону II. Многое из того, что он совершил, помогло ослабить мощь Саурона и, возможно, спасло жизнь людям Запада в Войне Кольца. Он был известен в Рохане и Гондоре как Торангил. Ему удалось стать одним из наиболее доверенных советников Эктелиона II. Также Торангил часто обращал внимание наместника на угрозу, исходящую от пиратов Умбара. Получив разрешение наместника, Арагорн собрал небольшой флот и незаметно высадился в Умбаре. Уничтожил большую часть пиратских судов, поверг в поединке Капитана Гавань и привел флот назад с малыми потерями. Однако, достигнув Пеларгера, Арагорн, ко всеобщему удивлению печали, не стал возвращаться в Минастирид, а отправил послание Эктелиону. Иные дела зовут меня, правитель. Я вернусь в Гондор, если позволит судьба. Но вернусь очень не скоро. уникальная архитектура. И наши осадные опять же нам не пригодились. Не пригодились. Да, негде развернуться будет. Это будет эпичное сражение. А вот они нас смогут обстреливать. Ну, правда, мы можем выставиться подали от них. Кого же мы оставим, кто примет на себя удар лучников? Наверное, один отряд лучников. или может быть осадное орудие? Правда, тогда копейщиков. Мечников выставим здесь. Давайте вообще соберем всех мечников. У нас их четыре отряда, что ли? Раз, два, три. Четыре отряда мечников. Так, это будет отдельный корпус. Шесть. Шесть отрядов лучников. Тоже отдельно их поставим. Добрось ты уже эти лестницы. И возьмем, к примеру, один отряд пехоты. Дадим им задание тащить осадное орудие, дабы они служили прикрытием. И посмотрим, к чему все это нас приведет. эльфы отходят. Вообще красотища. На самом деле очень-очень качественно и хорошо сделано. Единственная дорога, ведущая в имл-адрес. Можно подвести один отряд лучников. В принципе, что мы можем сделать? Ну, прежде всего, наверное, попробовать посмотреть, какое сопротивление будут нам оказывать и где обоснуется толпа эльфов. Площадь у вас-то где? Где хоть ваша площадь, друзья? Ага, вот она. То есть вы отступаете сюда. Да и все ваши воинства очень кучно стоят. Если бы отправить одного гендальфа, но, боюсь, его расстреляют на подходе. То есть надо будет ... Давайте лучников сюда подведем. Осторожнее это делать. Мне кажется, эльфийские лучники легко достанут с такого расстояния. Не могут, да? Понял. Или можете перетащить. А ну. Я хочу использовать осадное орудие в качестве мишени для эльфийских лучников. Вдруг они согласятся обстреливать его. Ну, или, во всяком случае, осадное орудие будет защищать моих копейщиков от вражеских стрел. Хотя бы частично. Итак, Арагорн переправился через Андуин и ушел в сторону Мордора. В том же 1980 году Третьей эпохи на пути в Ривенделл Арагорн посетил Латлориан и там вновь он встретил Арвен. Целый сезон они жили там вместе, а затем в день середины лета с благословения Галадриэль на холме Керит Амрат Арагон обручился с Арвен дав ей в дар реликвию его дома Кольцо Барахера. Арвен отвечала ему согласием обещая, что примет удел смертных. Элрон дал своему приемному сыну разрешение жениться на его дочери но только после того как тот станет королем Арнора и Гондора ибо только король может быть достоин руки Арвен. Такие вот интриги а затем эльфы дождались когда Арагорн станет королем Арнора и Гондора и напали на это объединенное королевство. Вот и сказочке конец. Правда попадет ли Гэндальф струей пламени? Ну давайте попробуем. Вдруг удача улыбнется ему. Не так хорошо здесь собрались. Гэндальф скачет. Ждем ждем. О лучники пошли. Ну в любом случае сколько бы лучников он не уничтожил. даже три или четыре сотни убитых эльфов это уже огромная разгрузка для всей остальной армии. была NAST 2 1 2 2 3 3 3 4 вступили в рукопашную надо отходить а то сейчас на меха порежут пять процентов врагов положили ой-ёй-ёй-ёй правда гендальф еле ноги унес но отсюда мы вполне можем открыть огонь по врагу только восьмера восемь оставили нам оставили нам всадников да это опасное было предприятие надо вперед кого-то засылать не сейчас будет соревнование стрельбе с лучниками эльдар и квень я квень квенди точнее вперед-перед-перед-перед копейщики замкнули ряды лучников квенди очень легко убить он видим уже падают замертво многие из них а вот этих парней будет убить очень сложно а моих они очень многих порубят поэтому отправляю копейщиков сомкнуть щиты три на тринадцать процентов в три тысячи первом году третьей эпохи когда темный властелин продолжал восстанавливать свою мощь в мордоре арагорн начинает оказывать помощь гендальфу в поисках голума серый маг подозревал что кольцо бильбо бэггинса найденное возле озера голума есть на самом деле единое кольцо в три тысячи седьмом году третьей эпохи арагорн возвращается на некоторое время в эриадор где в последний раз навещает свою мать гил райан умирают до весны этого года если мы нападем нашими копейщиками если мы именно пойдем то сможем отвлечь и у гендальфа будет шанс своим заклинанием расстрелять врага издалека с лучниками мы справимся легко и быстро а если мы справимся с лучниками то останутся ну правда с мечниками придется побороться продвигаемся продвигаемся а эльфы не бессмертный оказывается давайте ударим туда огнем самое хорошее место для того они тут собрали замечательную кучку золотопанцирных ушастиков шикарно о таком можно только мечтать ну и вот тут вот тоже подстрелите их силы что нам говорят умер вражеский полководец супер правда нас тоже обстреливают и высока вероятность а тут есть еще один отряд и наши умирают и наши умирают больше чем несколько моих отрядов до тебя убей как можно больше лучников и открой нашим проход на эту территорию супер сколько 52 процента уничтожено плюс еще огненного заклинания осталось для того чтобы побороть вражеских мечников изрядно так что наверное отступим стрелков осталось очень мало но наши копейки копейщики ценой своей жизни смотрите как они нас прорядили свою миссию выполнили осталось довериться нашим мечникам но эльфов остались далеко не самые слабые отряды с мечниками будет тяжело справиться в три тысячи семнадцатом году третьей эпохи после поисков голума на протяжении нескольких лет Арагорн наконец-то настигает его в мертвых топях первого февраля стараясь не попасться на глаза шпионом Саурона он ведет голума через северную часть Эмин Майла и переправился через Андуин чуть выше Сарн Гибира он движется дальше к северу вдоль края леса Фангорн и через Лориен где эльфы отправляют послание Гендальфу он путешествовал вдоль Андуина пока не достиг скалы Каррак с помощью биарнингов он пересекает реку и вступает в Лихолесье 21 марта он добирается до дома Трандуила и передает эльфам голума затем он возвращается на запад где встречается с Гендальфом у Сарнского брода и узнает о плане Фродо Беггинса покинуть Шир с Кольцом в конце сентября после Арагорн возвратился к своим делам 10 стрелков атакуем остатки 61% ну основное воинство нас ждет здесь эти ребята умирать не спешат их будет очень сложно убить напомню защита 41 к стрелам фактически иммунитет четверо лучников сдерживают нашу армию но сейчас мы убьем последнего и отправимся добивать врагов дальше поближе подводим наших копейщиков еще один отряд мечников тоже можно подвести эх дайте мне наблюдать с хорошего ракурса битву на мосту нет не дают ну да что ж такое то ну вот так вот что ли отталкиваться от текстуры никак не хочет шикарный ракурс нам показывать ну если вот так о смогли добиться хорошего ракурса победа практически неизбежна а если мы добавим еще воинов убивайте их и скидывайте в воду дуэль пока идет в пользу гондорского солдата лучников мы практически уничтожили и можно подводить сюда поближе наших стрелков как в общем то и всех остальных наших воинов 21 на 65 мне кажется или враги начинают выравнивать счет по чуть-чуть вернувшись в эреадор арагорн узнал от эльфов гилдера инглориана что в этих землях были замечены черные всадники также ему стало известно что гендальф пропал бесследно от него не было никаких вестей арагорн и его следопыты следили за границами широ и восточным трактом но не получили никаких новостей о том что фродо фродо покинул бэклэнд с хоббитами следопыт пересекся в бри в таверне горцующий пони он смотрел как хоббиты неумело скрывают свои имена и намерения арагорн сперва представился фродо как бродяжник и посоветовал ему попридержать его друзей затем он наблюдал как фродо бэггинс упав со стола исчез после этого инцидента арагорн раскрыл ему что знает его настоящее имя и пригласил поговорить 2268 можем вперед подвести отряд а тут нас ждет еще один мост да можем подвести отряд лучников наши воины уже открыли нам путь добивая последних эльдаров лучников да эльфы мужественно защищали проход но наших воинов оказалось куда больше да и вооруженные в броню они не особо уступали эльфам в умении владеть мечом так вот эльфы теряют свое бессмертие нам нужны только два отряда мечников которых мы пошлем перед собой попытаемся выманить противника и гендальфом хотя бы в чем то проредить их строй следопыт рассказал фродо что черные всадники преследуют его и предложил свою помощь и защиту поначалу хоббиты не очень доверяли этому человеку но прочитав письмо гендальфа которое хозяин таверни барлиман баттер бур забыл отправить в шир ранее они решили довериться арагорну сперва их небольшой отряд двигался в сторону арчета по тракту а затем свернулись с дороги и направились в сторону заветри после ранения фродо на заветре арагорн сделал все что мог чтобы помочь фродо и как можно скорее повел хоббитов далее с помощью глорфиндела им благополучно удалось добраться до ривендела на совете элронда арагорн стал одним из братства кольца в его намерениях было некоторое время путешествовать на юг вместе со всеми а затем направиться в гондор вместе с боромером ну что вы ходите или так и будете здесь толпиться гендальфа тебя я жду здесь тоже о вы манили один отряд но мы сможем их расстрелять пока что гендальфа не использую без существенной надобности вот этих вот этих убить 23 на 69 удаётся выманить нет убегает обратно 26 ой 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 медленно убивает наших трое четверо ложится за вен за вен на одного вражеского вот это вот другое дело но их 8 отрядов стоит это помнить так все он пожалуйста гендальф поработает туда дальше все назад да они нас умело уничтожают стоять давайте вот этих вот врагов уничтожим а им как будто ничего и не случается 17 двоих всего еще нескольких что ж на этом магия гендальфа выдохлась отводим его можно подводить наших копейщиков сколько отрядов тут раз два три четыре пять таких же отрядов проверим их на прочность бьём их 26 на 77 сейчас очень тяжело будет прорваться в основном наши трупы когда они спиной поворачиваться к нам другое дело осталось только двое есть один мечников можем завести сюда освободите нашим лучникам путь пусть они обстреливают щитоносца один только что ли стреляет и навесными в основном кто-то здесь явно лишний а здесь мы уже начали атаку да но это будет очень сложно так как наших умирает много а враг практически остается без потерь а трое всего но они мешают нам ввести огонь смотрите как трудится так а есть тут у нас еще а тут у нас есть еще копейщики попробуем обойти врага еще один процент мы себе выгадали заряжай натягивай и залп видите вроде еще ни один не погиб от наших стрел хотя стрелы ослабляют а потом уже в рукопаш то будет легче убить можно наших сильных воинов сюда подвести чтобы если что убивать тех кто будет выступать в основном сколько их 21 было 29 таки несколько эльфов убили еще отряд копейщиков сюда же подвести нашего лучника убил сейчас нашим лучником будет туго давайте пикинеры покажите на что вы способны сколько здесь защитников 27 31 на 81 есть есть одного убили на 82 еще один пал и подходит наша основная сила хоть их 31 но они не слабее эльфов и вроде в здоровье у них 2 давайте сейчас это проверим до 2 здоровья то есть они еще и по здоровью эльфов превосходят а пока мы совершаем прорыв сколько осталось наших мечников мечников почти не осталось можно призвать на помощь еще пару отрядов хотя у меня после того как я провел учет армии такое желание сохранить как можно больше мечников в живых для осад с применением осадных орудий и младрис так сказать не входил в мои планы 25 декабря три тысячи восемнадцатого года третьей эпохи хранители оставили ревенделл и двинулись на юг они прошли через эрегион а затем попытались пройти через перевал красного рога но у них ничего не получилось арагорн был против идеи гендальфа идти через копии морей следопыт предупредил мага если ты переступишь врата моря берегись его слова на самом деле оказались пророческими гендальф пал в битве с балрогом после этого арагорн возглавил отряд и вывел его из морей братство было поражено теплыми отношениями между следопытом и народом латлориэна а также его дружбой с владыками эльфов келебарном и галадриэлю перед тем как покинуть лориэн галадриэль подарила арагорну чудесный эльфийский камень элиссар в качестве свадебного дара предсказывая его брак сарвен с тех пор арагорн носил его а после коронации принял имя элиссар есть часть эльфов повержена идем дальше продвигаемся на площадь нам нужно зажать эльфов так чтобы иметь возможность бить их со спины давайте на площадь что же вы поворачиваете спиной так вражеком 34 на 87 все да давайте завершим битву не хочу терять больше своих это победа это хорошая победа которая позволит так сказать преломить ход боя против высших эльфов и может быть снизит их боевой дух морали желание воевать с нами ну а также поправить нашу казну мы соберем свой белый совет на граби 35 тысяч уничтожить жителей 13 тысяч 353 35 тысяч на грабить почему бы и нет 75 тысяч шестьсот шестьдесят пять жителей вот это вот эльфы дают торговли никакой зато налоги так ладно а что же у вас тут есть последний приют гиль райн мать арагорна да торговая гильдия ну и от торговли доход мизерный давайте посмотрим что даст переобучение все остальные войска можно отсюда выводить тут наша шикарная армия тоже готова идти отсюда гарнизон можно менять ага вот еще у меня кораблики наняты лучше отступить понял еще два отряда можно отправить к вратам ривенделла ну и видимо на этом я буду заканчивать данную серию друзья казну мы немножко поправили враг потерял свою столицу им ладрис и теперь эльфы не будут настолько настойчивыми и несговорчивыми надо ага тут еще раз два три четыре стека эльфов придется перебить уже где-то три стека мы с тремя стеками справились и потом можно будет сосредоточиться на орках гундабада хорошо ну и рассказ о арагорне мы продолжим уже далее в следующей серии те кто не подписался подписывайтесь в принципе нам еще предстоит много серьезных и кровопролитных сражений и и так и Продолжение следует...